Золотые мои. У меня не очень хорошая новость для вас. Дело в том, что на поляне мудаков чрезвычайно высокий конкурс. Подчеркиваю, не просто мудаков, на поляне тупых мудаков конкурс чрезвычайно высокий. Билет удачи один на миллион. Один на миллион буквально. Сейчас поясню свою мысль. Каждый из успешных ютуберов, под словом успешный, состоявшийся, я понимаю, тех ютуберов, которые получают деньги за ведение своего ютуб-канала. У меня нет другого источника существования. Последний раз меня издавали четыре с половиной года назад в Москве. Вышла сразу трилогия новой решений. После этого все. Это был шестнадцатый год. После этого меня не публиковали. Ну, если не считать там рассказы в журналах. Ну, это не то, это крохит. Смешные деньги. Единственный источник моего существования – это мои ролики. Ну, и плюс помощь от спонсоров. Спасибо большое моим спонсорам. Я продаю. Каждый из блогеров что-то продает. Кто-то… Ну, Бузова. Что продает Бузова? Бузова продает свои ресницы. Свои слезы. Очень легко у Бузовой слезы возникают. Свои эмоции, чувства. Обиженную девушку. Девушку обидят. У нее вот моментально по щелчку пальцев. Вот, знаете, как выключается. Вкл-выкл. У нее, хоп, слезы на глазах. Вот с Губерниевым недавно она очень удачно так хоп. Прям слезы. Девушку обидят. А он ей ничего не сказал. Ведь ей обидно. Ты пришла… Он ей сказал. Тупая курица. Ты пришла разбираться. Пришла рассуждать о футболе. Что ты там вообще понимаешь в футболе? Она не слыхала, кто такой Фросс. Она не помнит, кто такой Броневой. Она тупая курица. Просто пасуется по своей. И Губерниеву не стоило извиняться перед ней совершенно. Вот, Бузова продает свою тупость. Свои ресницы. Свои ноготочки. Она потому, что вот так вот все время в кадре. Вот так вот. Свою фигурку. Свою гладкую кожу. Моргенштерн продает свои татуировки на роже. Свой эпатажный имидж как-то. Вот эпатирует публику. Вот он пошел дальше по эпатажу. У Бузовой есть сотни тысяч подражательниц, которых Бузова задавил. Хочет тупая курица быть как Бузова. У них ничего не получается. И у тырков подобных Моргенштерну десятки тысячи тоже снимают себя. И вот так делают. И вот так делают. А там не получается. Гена Горин продает свое психическое заболевание. Свое психическое отклонение. Ну вот им повезло. Они вот заняли эту нишу. Остальные все эпигоны. То есть подражатели. Мне ответил на этот вопрос мой технический директор, когда я там несколько лет назад спрашивал про танки. Говорю, ну как же так получилось, что игра крайне простая по своим правилам World of Tanks. Крайне простая. Пять минут на изучение управления танком вперед-назад, развернуться на месте, башню влево-вправо повернуть, нажать выстрел. Все, покатили в бой. Как же так получилось, что такая игра захватила там 60 миллионов человек. На этот технический директор канала мне сказал очень просто. Ну, для того, чтобы вот выстрелил один стартап, десять тысяч таких же танчиков, ну подобных, должны были возникнуть и сгинуть в безвестности. Раз не пошло, раз не пошло, раз не пошло. Я уверен, что у Гена Горина тоже миллионы подражателей. У нас страна дураков. Миллионы подражателей. Ну, у Моргенштерна подражателей, наверное, десятки тысяч. У Бузовой сотни тысяч, тупых кур от 11 лет и лет, наверное, до 40. Пытаются тоже наклеивать на себя реснички и хвостики сзади навешивать. И тоже как-то тон, там, колс, вообще, так вот. Очень такой чувствительный барышня. Разгарить, у них ничего не получается. Очень высок конкурс. Вот именно из-за того, что Бузовой, Моргенштерн, хотят подражать миллионы, не пролазит ничего, да. Пытаются подражать мне. Правда, немного, но есть и такие. То есть какую-то вести литературную. Я продаю еще, да. Я продаю свои знания. Я продаю свои знания. То есть, за что вот в школе, в армии меня утыкали. Ты чего самый умный, что ли? Ты чего больше всех надо? Вот на старости лет, за что меня утыкали в юности, я зарабатываю этим. Теперь в старости. Да, я самый умный. Я могу сказать, да, я самый умный. Возможно, даже в России. В Мордовии точно. Возможно, даже в России. Хотя, может быть, и есть. Но в Мордовии я самый умный. Глядя на нашего главу Артема с двумя точками из Дуны, я понимаю просто свое величие интеллектуальное. Просто какой-то пигмей интеллектуальный такой. Мальчик-праздник ходит такой, республикой рулит. Не будет из Ивана Толку. А тупым мудакам нечего продавать. Вот я говорю, Моргенштерн продает эпатаж Бузову слезы, весницы, Гену Горин свою тупость. Ну тупость у каждого есть. Вот они уже выстрелили, они уже набрали. Вот эти ниши уже заняты. Кстати, сейчас смотрел ролики Лозы. Так понравился мне Юрий Лоза. Такой умнейший мужик прям. У него просмотров на 2 миллиона меньше, чем у меня. У меня ролик, у меня начал выкладывать ролик с 19 года. У меня 16 миллионов просмотров, а у него 13. Хотя Лоза, Юрий Лоза. У него на 3 миллиона просмотров меньше, чем у меня. А подписчиков на спору. У меня 47, у него 51 тысяча. Хотя Юрий Лоза. Он очень, очень высокой конкуренции на Ютубе. Очень высокой конкуренции на Ютубе. Вот мой уровень, это уровень Лозы. Но опять в культурном плане, в культурном, в культурологическом, если угодно. А вот среди тупых мудаков они быстро всплывают и быстро гаснут. Еще один пример я вам хочу передать, напомнить. Говорил на основном канале. У умных людей, я это замечал. У умных, уважаемых людей, не умея не выражать свою мысль. Например, в Черномерде совершенно говно было в голове. Но наблюдал я и у людей, состоявшихся, полное не умение выражать свою мысль. Особенно это касается военных и правоохранителей. У военных не мысли, у них команды. Военные выражают свою мысль, привычно формулируя команды. Очень кратко, так сказать, лапидарненько. Очень кратко и очень некрасочно. Чисто конкретно. А у правоохранителя выражают свою мысль протокольным языком. Вот есть юридические формулы для протоколов, для приговоров, для судебных решений. Они стандартны, они устоявшиеся, они десятилетиями обкатаны. Они прочно входят в образ жизни юриста, в образ мышления юриста. И юрист, просто как на костылях, он идет по жизни, пользуясь этими формулировками. Первые три года своей писательской деятельности, первые три года были посвящены не столько написанию прозы, хотя было написано два романа, а именно выжиганию, вытаптыванию в себе юриста, ломка мышления юриста, потому что слишком просто, слишком привлекательно кататься на штампах, на литых чугунных формулировках, которые в законе уже отшлифованы, как морские камушки при бою. Гладко. И вот прям вот значение слов, ты-то знаешь значение слов и ожидаешь, что и коллеги поймут так же. Мир не переполнен коллегами юристов, дай бог у нас полпроцента. То есть аудитория. Если будешь общаться на языке военных, если будешь общаться на языке юристов, один-два процента от потенциальной аудитории тебя смогут понять. Такие промышления. Люди, уважаемые и занимающие серьезные должности, не умеют формулировать свои мысли. Еще когда я был писателем, я своим трем друзьям предложил проявить себя в прозе. Потому что каждый из них мне сказал обидные слова. Вот, мол, ты ушел из бизнеса, мы тут дела делаем, мы тут бизнесом занимаемся, ты ушел из бизнеса, занимаешься непонятно чем, блажишь, то есть там херней маешься. Ну, мне так, ты маешься херней, мы дела делаем, возвращайся, давайте, чего тут ты отстаешь. Я предложил, вот, бери лист формата А4, он у тебя в компьютер забрал, открывай Word и, пожалуйста, вот этот лист войдет туда примерно 3000 знаков, лист формата А4, с отступами, с абзацами, изложи свои мысли по любой проблематике. Хочешь, как я провел лето, хочешь детство в деревне, но так, чтобы было интересно почитать не только тебе и твоей жене или твоей маме, а было интересно прочитать еще мне или кому-то еще не знакомо, изложи, а ни один не справился. Самый большой рекорд два абзаца, осмысленного текста, два абзаца у людей, которые принимают решения, у людей, которые распоряжаются денежными средствами, большими денежными средствами, то есть имеют право подписи на платежках и подписывать договор, сформулировать словами, облечь мысли в словесную форму, не каждому дано. Ну, я их отлично понимаю, потому что я из армии приехал как собака, все понимаю, сказать не могу. Пять слов знал после армии, тоска, вилы, мраки, тоска, вилы, мраки, камос и еще что-то там какое-то у меня. Ну, помимо матерных. Камос через слово было. Камос, кам-кам, камос. Это через слово. Кам-кам. Это было слово паразит, означает чуть-чуть. Дай камос покурю, дай чуть-чуть. Я камос покурю, я камос посплю. Не просто посплю, а камос посплю. Не просто поем, а камос поем. Я камос поем. Камос. Кам-кам. Ну, это афганский такой сленг. Ну, пять слов у меня было всего в лексиконе, и остальное, бляй, нахуй. Ну, вот как тут в университете, из меня человека делают мучительно, с трудом, давая мне понять, что я утырок полный. На зачетах, на экзаменах. Вроде читал, вроде и учил, а приходишь там на зачет на экзаменах, ставишь на преподавателя глаза срующие собаки, и сказать-то можно своими словами? Нет, нельзя. Можно своими словами? Нельзя. Надо как своим законам. Вот так вот мне ставили речь. Но не мне одному ставили, но юристам речь ставят очень жестоко, советской школы. И вдобавок есть еще три спецкурса, там, культура речи юриста, этика юриста, культура речи юриста, все тоже направлено на развитие устной речи. Там чистая болтология, но опять-таки нужно в ноты попадать, когда болтаешь. Ну, ладно. Будучи от рождения негуманитарем, вдобавок еще тупым мудаком пробиться на ютубе чрезвычайно тяжело. Я почему этот ролик записываю? Посмотрел ролики Юрия Лозы, 51 тысяча подписчиков, боже мой. Умнейший мужик, талантливейший. Ну, помимо маленького плота, там еще у него есть хорошие песни, но свистливый, свистливый, талантливый мужик. У Розенбаума в три раза больше подписчиков, чем у меня. Не в триста раз Розенбаума, а в три. У Юрия Лозы на четыре тысячи больше подписчиков, чем у меня. В ужаснах. В ужаснах нации утырков. Вот утырки. Калифы на час имеют миллионы подписчиков, утырки полные. И затаптывают полностью поляну и остальных таких же утырков. То есть играет утырок, например, поляна тупости. Все. Восемь миллионов подписчиков. Поляна дерзости. То есть дерзкий, подходит, всех там цепляет. Молдаванин такой докапывается, всех провоцирует на драку. Другая поляна. Третья. Поляна слез там. Я не знаю. Такая-всё-такая. Такая-всё-такая чудесная девушка. Меня все обижают. Не могу ни с кем жить, меня все обижают, все время плачут. Поляна слез там. Поляна расписанных татуировок. То есть вот Алишер Моргенштерн, сыну этой Яковлевой, интердевочки, который, да, тоже у него морда была расписана, ему зарубил всю карьеру. Все те утырки, которые свои морды украшали татуировками, оказались выкинутыми. Моргенштерн им просто всё. Закрыл дорогу, любые пути в жизни. Ну, то есть вот такие шлагбаумы. Вот как в Танчике. Для того, чтобы один мудак набрал восемь миллионов просмотров, восемь миллионов, прошу прощения, подписчиков, это означает, что восемь миллионов утырков и тупых мудаков будут снимать свои ролики унылые и украшать морды татуировками или наклеивать ресницы девочки, наклеивать ресницы, показывать все ноготки, жестикуляции, с таким вот голосом ещё так всё это рассказывать впустую. Они не наберут подписчиков, необходимых для монетизации. Для монетизации не наберут они. Тут ещё нужно понимать, что монетизация очень сложно высчитывается. Не важно, сколько у тебя просмотров, но важно также ещё время просмотра. Важно, кто тебя смотрит, какая публика тебя смотрит. Если тебя смотрят банкиры, финансисты и золото-промышленники, это одна монетизация. Если тебя смотрят Секеляевки, 11-13 лет, у которых 40 рублей на карманные расходы папа с мамой дали, на билеты, то это совсем другая аудитория, совсем разные покупательные способности. Очень влияет на то, какая история покупательная способность у твоих читателей. Сколько они денег тратят с карты. Большой брат знает всё про каждого из нас, в том числе и про моих читателей, и про меня самого вообще всё досконально. Сколько я зарабатываю, сколько я трачу. Поэтому я не комментирую, никого. И лайков не ставлю, нет, лайки ставлю, дизлайков не ставлю. Не надо. И не комментирую, потому что знаешь, дорого стоит. Не буду я комментировать. Но кроме тех, кто мне интересен, моих читателей. Я моих читателей комментирую, а так вас комментирую, да вам отвечаю на ваши комменты. Коротко хотел сказать, тесно, тесно, на поляне мудаков большая, высокая конкуренция. Да, а ещё вот я хочу сказать. Ведь у нас в стране 140 миллионов человек, а мудаков с миллионными подписками не тысячи. Но нет у нас тысячи мудаков. Причём, Даня Поперечный, например, в моём понимании не мудак, просто человек нашёл свой полян. Я слышу лексику Дани, видно, что человек начитанный, лексика богатая. Всё-таки у него много прилагательных. Человека начитанного выделяет из массы обилие прилагательных не клёвых и вау, а восхитительных, прекрасных, превосходных, неописуемых, неповторимых, шедевральных. Масса есть прилагательных складов. А у тупого мудака нам клёво, ништяк. Где-то так вот. Два-три слова и всё. Клёво. Ништяк. Вообще. Ну вот, мудаков вот таких вот, я имею в виду тупых вот. Гена Горин, Бузова, Алишер. Их не больше двухсот. Ну, полюбасу не больше двухсот. Лизунчики. Ну, на ютубе. Это мясо. Дрова ютуба. Не моё выражение, дрова ютуба. Нужно, чтобы... Сейчас объясню, что такое дрова. Нужно, чтобы что-то жарко горело, что вокруг чего-то обсуждалось. Вот. Мелькнул, прогорел год-два-три и всё, ушёл. Надоел. И ютуб я убрал, нового убрасывает. Алгоритмы ютуба это не есть нечто постоянное. Я по себе знаю, вот я два года, уже два с половиной года почти веду ютуб-канал и вижу, как меняется алгоритм ютуба. Они меняются, наверное, два-три раза в год. Уже по-другому идёт выдача. Идёт выдача чуть-чуть по-другому. Когда-то новые люди приходят или меньше новых людей приходит. Смысл роликов, тематика ролика не меняется. Я не меняюсь и тембра не меняется, и лицо, внешность моя не меняется, и головной убор остаётся всё тот же. Да? Ни каска, ни генеральская фуражка. А такие волны приходят, уходят, приходят, прибивают, прибивают новых читателей. Отписывают ютуб ненужный шлак. То есть алгоритмы ютуба вещь переменчивая. И мудаков на гребень возносят и низвергают. Мало ли их тех, кого уже нет с нами. О кого мы больше никогда не услышим. Ну, примерно такие вот у меня дурные новости для вас. Но это вовсе не означает, это вовсе не означает, что вы не должны пробовать себя в ютубе. А вдруг выстрелит? А вдруг выстрелит? Вы, ну это, не воспринимаете, мои слова, как обрезание крыльев. Чувствуйте себе способность к полёту, чувствуйте себе такую тягу. Обязательно вставайте на крыло и летите, летите, летите. Как можно дальше. И летите, летите, и как можно дальше. Всего вам добро, золотые мои.